Трудовая неделя позади, а работники Северского трубного завода еще полны сил. И хорошее тому подтверждение очередной этап летней спартакиады, который прошел накануне на стадионе Труд. Несмотря на прохладную погоду, помериться своими силами сразу в нескольких видах легкой атлетики пришли представители 17 цехов Северского трубного завода. В программу сегодняшней соревнований входит легоатлетическая эстафета, индивидуальные беговые забеги. Это на 800 метров, на 1500, на 100 метров, прыжки в длину и толкание ядра. Второй вид это получается по счету идет. Был полиатлон, полиатлон в себя включает, это стрельба из винтовки и бег на 800 метров. Полиатлон это толкание гранаты, это больше приближенное к военизированным видам спорта, так скажем. Летняя спартакиада проходит уже 11 год подряд. По словам организаторов, с каждым годом число ее участников растет. Вот взять хотя бы работника управления капитальных и социальных объектов Максима Левина. Он на сегодняшних соревнованиях дебютант. Сегодня большой такой спортивный праздник. Очень охота поучаствовать во всех видах, но насколько я знаю, вроде можно только участвовать в двух видах. Я думаю, что это бег 100 метров и думаю прыжки в длину. А вот директор Полевского филиала торгового дома ТМК Олег Маларщиков сегодня, впрочем, как и в предыдущие годы, снова в строю. И как всегда настроен на победу, как личную, так и командную. Есть женщины, они нам очень сильно помогают всегда, поддерживают. Их результат всегда в нашу общую копилку приносит, чаще всего победу. Мы везде умудряемся отличиться, мы бежим обязательно. Некоторые девочки у нас ядро хорошо кидают, некоторые мальчики у нас хорошо прыгают в длину. Но так в целом, я еще раз говорю, каждый где-то понемножку отличился. В целом результат получается неплохой, я считаю. Одновременно работники Северского трубного завода соревнуются и в метании ядра, и в прыжках в длину, и в беге. Причем в последнее время особой популярностью среди женской половины заводчан пользуются метание ядра. Анастасия Власова и Ирина Мамаева тоже не прочь сегодня помериться силами, в том числе и в этом виде программы. Спорт – это жизнь, это здоровье, настроение. Людей много, знакомых, пообщаться, поучаствовать. Итоги спорта Геады продводятся по пяти группам. В первую группу входят основные цеха, такие как Т1, Т2 и Полевской технический сервис. Во вторую – электросталиплавильный цех, заводоуправление и железнодорожный цех. И далее – по обыванию, исходя из общего количества работников цеха. Помимо командного зачета, подводятся итоги и в личном первенстве. Татьяна Усынина, Константин Миронов. Новости нашего города.